Российский актёр Константин Хабенский впервые представляет Собибор американским студентом в Лос-Анджелесе. Впрочем, на этом дебюты не заканчиваются. Это первая работа Хабенского в качестве режиссёра. Я понимал, что это будет сложно, но тем не менее, как-то придумал какие-то приёмы, был дублёр. И я разводил мизансцены со своим участием, сидя за монитором. Но так или иначе, наверное, большую часть фантазии, времени и энергии я, наверное, всё-таки отдавал своим коллегам, с которыми работал как режиссёр. На себя уделял меньше времени. Задача была одна – не испортить своим присутствием в кадре этой истории. Основанный на реальных событиях, фильм «Собибор» рассказывает историю лагеря смерти, узники которого решаются на побег. И он им удаётся. Хабенский говорит, что представлял этот фильм вне политики и о людях. Бытующее в России мнение, что всё российское в Европе и на Западе не принимают, Собибор опровергает. Ракат уже пошёл. Он пошёл в разных частях Европы. Он планируется и в Австралии, он был уже и в Японии. Он идёт. Ничего не мешает. Тем более, если говорить о том, что очень серьёзно в своё время Варшава и польское руководство заявило о том, что нельзя поднимать официально эту тему. Тем более, о лагерях, находившихся на территории Польши. И несмотря на это, одним из первых прокатчиков и прокатов был на территории Польши. Собибор выдвинут на «Оскар» от России в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Но всё же этот фильм, в первую очередь, для зрителей. Вопросы? Я не буду ничего навязывать. Мне кажется, что зритель, он везде одинаковый. Невзирая на менталитеты, эта история эмоциональная, она рассчитана на зрителя, который не боится проявления эмоций, который открыт для любой истории. Мне кажется, американский зритель довольно открытый зритель и воспринимает всё близко к сердцу. Мне кажется, что эта история здесь его не оставит равнодушным. И кажется, в зале равнодушных действительно не было. Это эмоциональный фильм, который рассказал мне много нового об этой истории. Страшно всё, что происходило в те годы с евреями. Я испытывал боль на протяжении всего фильма, потому что всё это коснулось и моей семьи. В школе нам рассказывали о Холокосте, но я не знала эту историю о Собиборе. Очень эмоционально и очень тяжело было смотреть. В некоторых местах просто слёзы наворачиваются. Я не была готова к тому, что этот фильм будет таким волнительным. Он произвёл на меня огромное впечатление, потрясающий монтаж и музыка. В широкий прокат в США картина Собибор выходит в январе будущего года. Одна из задач фильма о спасении узников концлагеря – помощь детям с онкологическими заболеваниями. Часть средств, которые были собраны в российском прокате, а это порядка 300 тысяч долларов, ушли в благотворительный фонд, который я возглавляю, который помогает детям бороться с онкологией головного мозга. То есть этот фильм ещё в реальном времени спасал жизни ребят, мальчишек и девчонок. Это что-то больше, чем фильм получился. Ангелина Багдасарян, Васген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес.